Пострадавшие от взрыва в двух частных домах в Алматинской области находятся в тяжелом состоянии. Информацию подтвердили в региональном управлении здравоохранения. ЧП, напомню, произошло в минувшие выходные в поселке Гульдала. В результате четыре человека попали в реанимацию с сильными ожогами тела. Причину происшествия все еще устанавливают. На месте инцидента побывала Аделя Бжаркенова. В ночь происшествия, со слов жителей, в поселке отключили электричество. Вероятно, из-за этого во многих домах не сработали датчики утечки газа. Алканжан Машрухонов живет здесь больше 30 лет. Его жилище пострадало больше всех. Ударная волна полностью разрушила кухню и выбила железные ворота. Вот так выглядят последствия удара взрывной волны. К несчастью, в момент взрыва глава семейства находился в этой комнате и сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Случилось 5 утра. Сильное давление пошло. Старший внук, получается, племянник, будет отца. Говорит, там утечка воды, что ли. Не поняли сразу. И в этот момент отец мой, престарелого возраста уже, вышел и автоматчик включил свет на кухне и получился хлопок. Отец мой в реанимации и племянник, четвертой больнице и племянник. Сейчас мы в данный момент соседи, хвала Аллаху, есть. Они нас приютили, пока мы сейчас здесь живем. Ну, все равно зима на улице, не знаем дальше, как, что будет. В доме по улице Суинбая также произошел взрыв. С термическими ожогами в больницу попали два человека. Мужчина 91-го и девушка 2003-го года рождения. Прибывшие на место спасатели назвали предварительной причиной взрыва скачок давления в газопроводе. Некоторые жители рассказывают, что вовремя почувствовали утечку. Отключение света и перебои с давлением природного газа в их поселке происходят регулярно. Утром мы заметили запах газа, он дошел до второго этажа. Сразу открыли окна, проветрили дом. Чуть позже слышим, что у соседей взрыв. В чате люди писали, что у всех скачок такой в домах. Эта проблема с газом и особенно со светом у нас уже не первый год. Снабжает поселок природным топливом газовое хозяйство. Аким Толгарского района после ЧП поручил представителям компании провести осмотр жилых домов в населенном пункте. Аким района с заместителями прибыл на место аварии. Специалисты РОВД и прокуратура выясняют причины произошедшего. По факту будет возбуждено уголовное дело. Мы сможем поделиться результатами экспертиз после проведения специальной проверки. Все виновные лица будут наказаны. В районе Макимати сообщили, что восстанавливать дома газовое хозяйство будет за свой счёт. Компания также должна обеспечить временным жильём оставшихся на улице людей. А жителям посёлка, у которых сгорели газовые плиты, выплатят деньги после оценки ущерба.